всем привет мои хорошие с вами Айки Эмили и сегодня мы с вами будем кушать белую черешню осталось ее не так много потому что купила я вчера и просто не удержалась она у меня лежала в холодильнике вы знаете холодная такая черешня в жаркие времена самое то и осталось чуть-чуть сейчас это тоже сметем сегодня я буду отвечать на вопросы которые вы мне задавали в инстаграме под последним постом если вы хотите что в следующий раз ваш вопрос прозвучал переходите и задавайте вопросы под последние фотографии на протяжении например недели я буду отвечать на все вопросы которые вот там есть это очень удобно во первых это очень удобно для вас потому что вы можете залайкать вопросы которые например интересны вам тоже самые залайканные я обещаю конечно же ответить и давайте начнем больше всего мне понравился этот вопрос айка полила ли своего парня с левых аккаунтов вопрос задает хамидулла к хамидулла привет тебя огромный девочка вот что касается вот такой вот проверки я никогда не проверяла но у меня были отношения когда я позволяла себе такое если честно я не вижу здесь ничего плохого потому что обычно когда проверяют это значит есть у тебя какие-либо сомнения просто мой вам совет если вы сделали такую проверку просто не говорите об этом если вы скажете своему парню знаешь я тебя проверила а ты там познакомился с девушкой но я продолжаю с тобой общаться это как-то неуважение к себе если вы все-таки готовы мириться с тем что ваш молодой человек будет общаться с другими девушками это для вас норма то просто не показывайте что вы это знаете потому что если вы это знаете и терпите следовательно вы себя не уважаете а девушка которая себя не уважает она как практика говорит никому не нужна у него подруги был такой случай решил проверить парня он вовсю начал переписываться со мной я просто написала со своего аккаунта и понятное дело было что это личный аккаунт чей-то если вы уже решили проверять человека то подумайте о том что ваш аккаунт не должен быть похож на фейк то есть это не должно быть такое палево мой личный аккаунт там было около 400 подписчиков на 250 я подписана фотографии постоянные видно что видно что аккаунт ведется давно вот и он повелся начал переписываться сказал что у него девушки нету многие меня судят скажется чем проверять если не доверяешь вообще не общайся ну я считаю что лучше проверить человека и понять что действительно он не общается ни с кем кроме тебя чем потратить например пять лет и случайно увидеть что он там с кем-то переспал конечно я могу ошибаться но по мне не знаю все таки такие бабники они не меняются из своего я никогда не проверял потому что я им полностью доверяю вы знаете я где-то полгода не брала его телефон в руки и потом как там мы когда увиделись я сказал давай сюда свой телефон я посмотрю почему я полгода не брала телефон чтобы он не успел все это почистить если каждый раз я бы требовала с него телефон и проверяла перед каждой встречи он просто все это удалял блокировал нужных людей и так далее вот говорят что женщины более зациклены на таких вещах выносят мозг а я вот лично считаю что женщины они просто думают о своем будущем например с этой не получится он скажешь но ничего не не буду жениться пока что пусть будет семья через 10 через 15 лет у нас у женщин например не так мы если не родим в определенном возрасте потом с каждым годом родить все сложнее и сложнее поэтому я понимаю таких девушек я считаю что это нормально вот как то так вы знаете я так люблю белую черешню именно белую знаете почему потому что у нас на даче три дерева или даже четыре имена с черной черешней а белой нету я заметила чего у тебя нету в огороде то и хочется вроде почти одно и то же но я прям договаривалась соседкой что давайте я вам немножко черной черешни дам обо мне белую когда покупала стоят они одинаково следующий вопрос от заринка фуд блог как относишься к скатившимся блогерам честно я не могу осуждать людей которые когда-то были популярны например в ютубе или в инстаграме сейчас они не популярны потому что если брать блогинг как профессию она не очень постоянная поэтому родители например нам говорят иди учись получай образование делай карьеру блогинг сегодня есть завтра его нету именно поэтому я не бросаю свою работу потому что это временно сегодня тема по которой ты снимаешь она актуальна завтра ты можешь стать в числе этих скатившихся блогеров конечно доли вины у них тоже есть наверно в какой-то момент они либо зазвездились либо не так часто снимали но все равно мне кажется рано или поздно все теряют прежнюю популярность например макс сто пятьсот был кто помнит его давно может сейчас тоже что-то снимать но просто я его давненько нигде в рекомендациях не видела у меня есть любимый блогер она просто начала пропадать Анна Кузочка кто смотрит ее она снимала 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 потом на месяц пропадала и сначала как бы аудитория очень волновалась за нее и все писали о что случилось с тобой Анечка и она начинала рассказывать о том что у нее депрессия плохие времена и все как бы ей сочувствовали но это было до каких то пор потом она значит опять пропадает и подписчикам это как-то надоедает она появлялась и начинала рассказывать о своих проблемах что она ходит к психологу что она не может найти себя честно мне этот блогер безумно нравился но вот такая вот безответственность по отношению к своей аудитории мне кажется это ну неправильно я очень любила ее видео но в последнее время видно что человек просто делает все ну как бы ну лишь бы сделать лишь бы видео было она элементарно сняла видео идеи подарков и получается просто сидит и рассказывает что можно подарить никаких фотографий никаких лайфхаков как сделать например что-то ничего не снято вот тупо она сидит и рассказывает можно подарить вот это можно подарить то то есть обычно такие видео так не снимаются видно что человеку неохота было заморачиваться это все снимать и аудитория люди все это чувствуют честно мне всегда страшно уйти с ютубом хотя бы на неделю мне кажется все вот если я уйду с ютуба хотя бы на 3-4 дня меня все забудут меня никто смотреть не будет все подумают вот какая она не ответственная недавно с парнем разговаривали о том что насчет коронавируса типа вроде бы все выздоравливают и вроде бы все нормально просто вот этот реабилитационный период и меня сразу первая мысль если я заболею кто будет за меня снимать видео клянусь потому что когда-то я мечтала о том что я буду выкладывать видео и на нем сразу за один день будет 10 тысяч просмотров я просто мечтала об этом это была самая большая моя мечта причем и получается я пришла к этому очень быстро поэтому нужно дорожить нужно не только снимать видео если ты начинающий например быть активным комментировать комментировать именно ту тематику по которой ты снимаешь если ты бьюти блогер нету смысла заходить к мукбанкеру и писать комментарии о том что крутой мукбанк но в целях рекламы я имею ввиду как же вкусно обожаю черешню она была прямо из холодильника супер холодная как я люблю следующий вопрос задает почка руф огромный тебе привет спасибо что написала комментарий мне очень приятно если у тебя определенный стиль в одежде какого ты стараешься придерживаться и какой стиль тебе больше всего нравится пример из звезд и какой тип парней тебе нравится тоже из популярных мужчин начнем с того что у меня определенного стиля нету и я вижу других блогеров как они одеваются я понимаю что например они одеваются модно я как-то может быть не очень модно но если мне не нравится я не могу это носить не чувствую себя комфортно например сейчас модно вот такой вот огромный дедушкин пиджак надела какое-то легкое платье и сверху этот пиджак я-то понимаю что это модно но мне реально это не нравится то есть я не буду чувствовать себя комфортно в дедушкином пиджаке но я понимаю что это модно из звезд кто мне нравится из девушек это однозначно карина кросс но это по характеру да если говорить про внешность мне очень нравится жена тарасова костенко хоть я считаю что не знаю увезти мужа из семьи это неправильно и так далее вообще не люблю этих всех разлучниц но она очень красивая я реально считаю что она безумно красивая а из мужчин конечно же мой парень это идеал мужской красоты и на этом я остановлюсь потому что если я скажу хоть слово лишнее потом будет звонок и вынос мозга в общем на этом все я надеюсь что это видео вам понравилось если это было так то ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем желаю удачного дня приятного аппетита всем пока пока